Девушки отдыхают В сегодняшнем спектакле я буду играть сказочника А тебя как зовут? Женя Юра Андрей Настя Ваня Федя Света Маша Павел Вы пришли на необычный спектакль Его будут смотреть по телевизору много ребят А вас мы пригласили быть зрителями и помощниками Пошли? Пошли 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 Субтитры создавал DimaTorzok Давайте сказку сочинием Сказку сочинием О тех, кто добр и кто жесток Начнемте сказку Начнемте сказку Сперва придумаем пролог Потом развязку Мы эту сказку создадим Совсем впервые, совсем впервые Героям имена дадим Слова живые Чтоб не сумела победить Их злая сила Но как такую сочинить Ведь все же было О рыцарях О королях О принцессах О гномах О мельницах И о чертях Об астрономах О сердце Что всегда полно огней Было Мы рассказать могли бы Но все это было 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 Про все, чего не назови Писали прежде О ненависти О любви И о надежде Но если верить чудесам То все случится То все случится То все случится И вот я слышу голоса И вижу лица Принцесса Кому нужна Принцесса Какая польза в ней Научного прогресса Нет ничего важней Ведь в сказке нет События Важнее, чем Открытия Пусть будут в ней Ракеты Кометы И Конфеты Нет в мире больше радости Чем всяческие сладости В конфетах и в печенье Огромное значенье И нам для сказки надо Побольше шоколада Изюма И тогда Да-да Все будет и ерунда Должна быть сказка шумной Немного даже страшной С погонью безумной Стрельбой И рукопашиной Будут в ней раскрыты Коварные бандиты И воцарится вновь Любовь, любовь, любовь Пусть Совершает Чудеса Пусть Не ведая Печали И пусть Влюбленные Центра Объединяются В финале Получения Награды Нужны сокровища и клады Пусть Мы стих находят в сказке В пещерах и на дне И все они в развязке Должны достаться в ней Что же для сказки всего важней Что же мы с вами оставим в ней Планеты Монеты Сонеты Пистолеты Конфеты Ну как же быть, ну как же быть Как это все соединить Ведь сказки то и хорошо Что нет предела Что нет предела Мы можем что-нибудь еще придумать смело Ушкири нельзя ее скроить Нам по заказу Придется в ней соединить Все это сразу Но скажем беспристрастно Что это и опасно Что очень осторожен Ученый должен быть Одна ошибка может Внезапно превратить В великое открытие Ужасное событие Ужасное событие Давайте выберем героя Давайте выберем героя Давайте выберем героя Давайте вы! 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 Давайте я! Вы! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Я Тютя! Подумаешь, он Тютя! Тютя? А я, может быть, и лет 15 полканом зовусь, и то ничего, не хвастаюсь. И я тоже не хвастаюсь. Мне просто всё интересно. А то, что я Тютя, тоже интересно, да? Да что это за имя такое, Тютя? У твоих хозяев что, воображения не хватило? Ну, посмотри, ты весь такой цвета каштана. Назвали бы тебя каштанчиком. Была уже каштанка в одной книжке. Ты читала её? Не читала я вашей книжки. И вообще, я ещё маленькая, мне всего год. Билда! Не надо, не расстраивайся. Ты замечательная девочка. Но я же не виновата, что я из породы догов. Из породы догов? А я из какой породы, а? А ты обыкновенный паршивый пудель. Паршивый пудель? Ты что, только что на свет родился? Нет. Меня сегодня просто первый раз выпустили. 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 Интересно. Откуда же это тебя выпустили? Кто твои хозяева, что они тебя до сих пор заперти держат? А, мой хозяин, великий учёный. Скажите, пожалуйста, великий. Да, великий. Фамилия, имя, отчество, хозяина. Вася. Василий. Нет, просто. Вася. Нет, 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 у него обязательно должно быть отчество. Все великие учёные обязательно имеют отчество. Отчество? Это для чего? Для солидности, что ли? Вот тебя как звать? Меня зовут Ликси. Выпустили. Лично! Я так... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нет, ты точно с приветом И про твоего великого ученого Вася Осокина я лично ничего не слыхала Хм, великий ученый Вася Осокин Смешно Я вот тоже это, газеты читаю, иногда даже книги И до сих пор Вася Осокин не встречал Может быть их глаза стали хуже видеть, может тогда очки заказать Нет, Вася, Вася еще очень молодой, но уже очень-очень великий ученый А потом, когда он подрастет, он станет самым великим ученым на всей планете Слушай, слушай, а то вы великий ученый Вася Осокин, он не очень жадный? Нет Ну, может быть, он нам подбросил бы косточку две А то у меня в животе всегда так пусто, хозяева мои скают Терпи, терпи Я вот тоже целыми днями с подтянутым животом хожу Бездомный, у тебя даже хозяина нет У кого хозяина нет? Это у меня хозяина нет Он меня подкармливает, угощает в смысле Мой бывший хозяин, бывший майор милиции Снегирев Сергей Валентинович Ушел на заслуженный отдых И я тоже ушел Правда, они с женой в квартире живут, а я вот тут Но, видишь, будку поставили С дворником договорились А могли бы, знаешь как, ты знаешь как, бывает Знаем, знаем, знаем Бездомных ты псов На Арканда за решетку, а там на бойню Пробовали, приходили уже Я как медали выставил Как ревтно Все в рассыпную Хозяин мой Очень хороший Я и сегодня к нему обедать пойду Да, одна беда Хозяйка у него нервная Так, прихожу Дверной звонок нажимаю Я стою, естественно, на задних А она дверь-то открывает Раз в обморок Хозяину сколько раз я говорил Ты предупреждай Из-за двери лая Ну, позабываю предупреждать-то Память не достала Ну, нажимаю звонок Она открывает Раз в обморок Хорошая житуха Секрета в этом нет Есть кошелёб и брюхо И проездной билет Собачки Ням-ням Эй вы Слегский полкан Перестаньте грызть друг друга Забавный куделёк Как зовут? Чутя Не стыдно тебе Стравливать собак Зато весело Фу, злюка Когда подрасту Я на тебя женюсь Долго ждать придётся Да, долго ждать КОНЕЦ 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 Я сластёна-тёна-тёна Хочешь веря, хочешь нет Мой живот влезает тонна Целиком влезает тонна Шоколада и конфет Леденцов и пастилы И пирожных, и халвы Трюфелей и мармелада А мне больше надо-надо Мне всё мало-мало-мало Это тонна лишь начало Чтоб разжечь мой аппетит А потом За раз один Съем я целый магазин Кондитерский А ну-ка, поехали! Чё на-чё на? Хочешь веря, хочешь нет Мой живот влезает тонна Целиком влезает тонна Шоколада и конфет Леденцов и пастилы Знати acres Знатия Съемка Та-чё�� Та-чё Чудеса! Вы что тут, кондитерскую фабрику открыли, что ли? А где же ты видишь фабрику-то? Пахнет. Чем-то. Чем-чем? Шоколадом. Ну, нюхай, нюхай. Кто это? Это Сластёна. Сластёна? Да нет, правда, что у вас тут? Кондитерский склад или магазин? Вы меня не проведёте. Пахнет и всё. Он? Что? А то. Шоколадный. Тётя, а если я откушу тебе нос, чем ты будешь... Я тебя откушу! Я тебя откушу! Слушай, от тебя прямо-таки разит шоколадом. Да как? Ты что, ночевал в кондитерском магазине, да? Нет, нет, я ночевал в лаборатории великого учёного Вася Осокина. А почему же тогда от тебя так шоколадом пахнет, а? Шоколадом. А это что? Это неприятное пахнет шоколадом. Уж так ски приятно. Зачем ты меня укусила? Мне же больно. Ну, да, чтобы под ногами не путался. В мясной магазин что-нибудь привезли. Пойду. Разведаем. Ты пойдёшь с нами, поговоришь с магазинчиками, а мы... Айда! 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 Привет! Привет! Вася, а зачем ты выпустил тютью одного и без поводка? Я хотел испытать его в экстремальных условиях. А что это за условия экстремальные? Ну, понимаешь, такие условия, которые требуют особой выдержки. Так, если хочешь, выносливости. Но ведь Антошка учит его прислуживать, и собаки его кусают. В конце концов, это жестоко отпускать его одного. Экспериментальная работа иногда требует жестокости. Ой! Больно? Ты чего это? Больно? Да. Вот. А твоему тёте не больно, когда его кусают? Ну, мой тётя же экспериментальная собачка. Тогда сделай, чтобы ему не было больно. Если я сделаю, чтобы ему не было больно, ему отхватят одну лапу и съедят. Отхватят вторую лапу и тоже съедят. И ему всё будет не больно. От хвоста до ушей жуют моего тётю, если ему не будет больно. И тогда мой эксперимент пропал. Жалко собачку. Создали живое существо, и каково ему теперь? Ну, позволь, ну а чего плохого-то? Бегает, лает на всё, реагирует активно. Так, я его запрограммировал. Но понимаешь, человеку обязательно нужно, чтобы вокруг него были какие-нибудь живые существа. Фа! А, допустим, космонавты летят на другие планеты. А лететь придётся очень и очень долго. Ты знаешь, что луч света проходит через нашу галактику за сто тысяч лет? Знаю. А скорость света знаешь какая? Триста тысяч километров в секунду. Правильно. Но даже если лететь со скоростью света, до некоторых планет придётся лететь очень и очень долго. И если люди не возьмут в свои космические корабли то, к чему они привыкли здесь вот, ну, на Земле, им будет трудно психологически. Фа! И они захотят взять с собой кошек, собак, рыб в аквариумах и птиц. Но как прокормить в длительном космическом полёте всё это вот живое население? Как? Вот я и задумался. А не создать ли искусственных животных? Ну, понимаешь, таких, которые питаются одним лишь воздухом. Тютя, мой первый опыт. Что, постой? Постой. А тютя-то знает, что он не настоящий? Нет, конечно, не знает. Ну, ты интересный человек, Вася. А, ехиничаешь. Я почти обыкновенный человек. Почти? Почти. Дело в том, ну, как бы это тебе сказать? Дело в том, что я всесильный. Хвостун. А разве тютя мое творение не доказывает, что я человек не совсем обыкновенный? Я думаю, Антошка Кубарев вряд ли смог бы создать такое же живое существо. Ну, хорошо. А сколько тебе лет? Только сколько я сам себе назначил. Ты сам себе назначил свой возраст? Да, и самый лучший возраст детский. А у тебя вот с этим все в порядке? А у тебя? А я не болею даже ангиной, хотя я очень люблю есть мороженое. Да? Да. Угу. Космический Х-17. Слушай, откуда оно взялось, а? Ешь. А-а-а-а. А оно не экспериментальное, что-то не расхотелось, его есть. Ну, что ж. А куда оно делось-то? Так тебе же расхотелось. Ну, мог бы и не торопиться. Ну, знаешь ли, загадочная у тебя логика. Человек сначала доедает мороженое, а уже потом приступает к логике. Вот что, Вася. Если ты такой всесильный, знаешь что? Избавь меня от Антошки Кубарева. Он мне сказал, что когда вырастет, сделает меня своей живой. Тебя? Угу, именно меня. Ах, мерзавец. Ах, негодяй. Слушай, а может он тебе еще и нравится? Нет, что-то, что-то, что-то. Нет, Антошка очень опасный тип. Еще бы. Сделать тебя своей женой. Как будто я, то есть я хотел сказать, как будто другие. И вот другие, между прочим, даже руку твою взять. И то считают, что это уже счастье. А когда я, то есть, когда другие, они увидят, вот как ты улыбнулась. улыбнулась. Они вот, которые другие, они целый день как на крыльях носятся. И, знаешь, и мысль течет так быстро. Да? Да. А вот когда вот я... То есть я хотел сказать, другие. Они вот... Видят, как ты улыбнулась? То есть, то вот их мысли скрытся и сверкают, ну... Ну, как водопад. Ты меня своим водопадом не затопи. О, так я же не про себя, я же про других. А-а-а. Ой. А? Вон бежит твой тютя. Ага. Да-да-да-да-да-да. Вон бежит мой тютя. Знаешь что? Давай послушаем и посмотрим. Ну, послушаем. Ну, тебе же интересно знать, как ведет себя тютя в обществе других собак. А-а-а. Да-да-да-да-да-да. Мне действительно интересно знать, как ведет себя тютя в обществе других собак. Да-да-да-да. Не, а все-таки почему ты не стал есть колбасу, которую мы стащили в магазине, а? Ну, потому что я вообще ничего не ем и не пью. Ой, ну. Врет. Врет. Как это можно вообще ничего не есть и не пить? А? Я сам не знаю. Мне как-то не хочется. И все-таки от него так и разит шоколадом. Позволь, я отщипну от твоей шерсти несколько волосков. Ну, пожалуйста. Ну, сладкие волоски, будто в самом деле шоколадные. Ой, ну, мне же больно. Ой, а мне вкусно. Очень интересно, братцы, собачки. Ну-ка, дайте-ка я попробую. Настоящий шоколад. Собачка-то не простая, сладкая. Доходное может получиться предприятие. Будем шерсть состригать, спрессовывать, делать шоколадные плитки, а плитки продавать. Да вы что, какие плитки? Я ведь самая обыкновенная собака. Ты говоришь, что ты обыкновенный простой пес, да? Это хорошо, значит, ты скромный. А скромных мы завсегда любим. А? Есть целый кондитерский магазин. Для меня занятие привычное. А вот шоколадную собачку. Это дело небывалое. Не имеете права, тетя. Люблю конфеты мятные, Печенья ароматные. При виде сладких пряников От радости безживу. Ведь я ужасно падкая. На сладкое, на сладкое. И в жизни только сладкое. Ищу и нахожу. О, yeah! Стихи и песни грустные, Несладкие, невкусные. Все горестные истины Не вредно подсластить. А сказки сделать гладкими, Приятными загадками. Чтоб было проще проживать И легче проголосить. Э-э-э-э. Э-э-э. Э-э-э. Ээ-э, Сластёна, Попридержи язык, То поумерь свой аппетит. Сразу видно. В милиции работаю. Я с такими, как ты, Не возился. Я бандитов брал, репки из-за горла. Что ты, что ты, полкашенька, я же пошутил. Кто-то, смотри, у меня, я этому паренька в обиду не дам. Ясно тебе? Ясно, как же не ясно, полкашенька. Ясно, подозвительный шум. За мной, за мной. Хочется тебе почти оно полакомиться? Очень мне хочется, Антошенька, очень мне. А без меня тебе не обойтись. Это почему же? А потому что ты глупая. Я? Ты. А раз глупая, так наделаешь множество ошибок, и ничего у тебя не получится. Ну, а если ты такой умный, говори, что придумал. Сцапать этого тютя не так-то просто. Да, да. Нужно разработать целую операцию. Во-первых, его нужно отделить от остальных собак. Так, и прежде всего, от полкана. Ау, 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 ау. А для этого полкана нужно посадить на цепь. Да на такую, с которой бы он и сорвался. Ух, Антошенька, какой ты умный. Никогда не думал, что встречу такого умного молодого человека. То, что я умный, мне всегда говорят, когда я марками меняюсь. Ты, говорит, Кубарев, станешь настоящим коммерсантом. В тебе хорошо срабатывает коммерческая жилка. Да, да, да. А что такое коммерческая жилка? А? Это ум. Самый главный. Значит, давай договариваться, Сластёна. Сластёна! Давай, договариваться. Я тебе включаю, тёпленьким тютё. Так. А ты меня за это целый год снабжаешь новейшими дисками. Целый год? Да. Каждую неделю по одному диску. А сколько недель в году? Слабовато в арифметике? Засчитай. Эээ, ну, лень считать. Эх ты. Триста шестьдесят пять делим на семь. Пятьдесят две недели. Пятьдесят две недели. Пятьдесят две недели. Эээ, да как же это? В месяце четыре недели, всего двенадцать месяцев. Значит, сорок восемь недель. Столько и дисков. Ну, хорошо, ни по-твоему, ни по-моему. Пятьдесят. Ага. Ну, ладно. А? С какой тебе музыкой диски? Я люблю джазовую. Че? Нет. 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 Это джазовая. Если ты съедаешь целый кондитерский магазин, оставляй одну-две дорогих коробки и выменивай на диски, то же самое грандиозное существо в мире Сластёна. Че? Че? Это в каком я смысле грандиозная? Ты смотри, какая я миниатюрная. В том смысле, что никто больше тебя не любит сладкое. Только человек, который по-настоящему любит сладкое, по-настоящему грандиозное. А ты у нас просто раз-раз-раз-раз грандиознейшая. Вот какая ты Сластёна. Цены с тебя не знаешь. Ну да, это правда, я скромновато учту. Стало быть, договорились. Каждую неделю ты меня отваливаешь в модный диск. Это во-первых. А во-вторых, твой шофёр на твоём Мерседесе-самосвале будет меня каждый день водить в школу. Я вечно опаздываю. Я опаздываю. Ладно. Ради этой сладкой собачки я готова на все твои условия. Чш-сш. Ради этой сладкой собачки Вася, ты видишь, какая опасность нависла над тютей. Да, это довольно серьёзно. Скажи, зачем ты сделал его шоколадным? Хм. А помнишь, ты однажды зашла ко мне в лабораторию? Я тогда только ещё начинал прикидывать, каким будет мой тютя. В руке у тебя была шоколадка. Хм. А ведь самая обыкновенная какая-то Алёнка. Ты мне отломила кусочек. Я с таким удовольствием его съел, что аромат шоколада заполнил всю мою лабораторию. Этого оказалось достаточно, чтобы всё перешло на тютю. Значит, в том, что его общипывают и кусают, виновата я? Нет, нет, я виноват, я. Я всё выверял, всё уточнял, казалось бы, ну, всё выверил. Но не обратил внимания на такую мелочь, как запах и вкус. Обмешурился. М? О, меня ждут в лаборатории японские электронщики. А ты же говорил, что французские физиологи. Те завтра в 10 утра. А с 8 утра я буду заниматься с тютей. Совсем недавно я оборудовал в своей лаборатории отделение космической тренировки. Да. А если твоего тютю сегодня съедят? О! А я сейчас же верну его в лабораторию. Тютя, 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 тютя! Вася! Тютя! Вася! Если тютя останется жив, то отдай его мне. Мы давно уже хотели завести собачку. И папа, и мама, и я. Ему будет у нас лучше, чем в космосе. Тютю! Тютю! Ты понимаешь, о чём ты просишь? Понимаю. Известно всем из практики Конца Вселенной нет. Есть разные галактики, Есть множество планет, Есть тысячи дорог В космическом тумане Земля лишь островок В огромном океоне. Она хоть и мила, Ля-ля-ля-ля-ля-ля Да очень уж мала, Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Но не сможет прожить человек Без весенних разбившихся лес Без горячих июньских лучей Без весеннего пения врачей В космическом просторе построим новый дом Упаться в лунном море не хуже, чем в земном Без лишнего веселья мы справим новоселье Здесь каждое движение приятно и легко Поскольку притяжение Поскольку притяжение совсем невелико Вокруг нас будет чудный неведомый пейзаж Сегодня он безлюдный, а завтра будет наш Людям нужен восход и закат Золотая месель и стопада Шелестящий за окнами сад Вновь пустыня весная проклада Из ручья ледяная вода А дуванчики птиц и собаки Жить в холодном космическом мраке Не сумеют они никогда Пусть дальние планеты Откроют нам декреты Огромен мир невестный Но мы живем на тесной На сильнейшем зеленой На перенаселенной Затерянной бомбле Но все-таки не по мне Нет, ты не понимаешь, о чем ты просишь Нет, я понимаю Нет, ты не понимаешь, о чем ты просишь Нет, не понимаешь Отдать экспериментальное существо Созданное моим гением Да-да, гением, гением Отдать какому-то папе Какой-то маме Что? И какой-то девочке? А, ловишь меня на слове Но если хочешь, то и какой-то девочке Ой! Ты меня оскорбил Назвал меня какой-то девочкой А когда я так сказал Мне было лет около восьмидесяти И старый по зеленым понятиям человек Имел право так выразиться И это не оскорбление Так-таки сразу и подсчитал А вот сколько тебе было лет Когда ты кричал о своем гении А иногда мне бывает Лет около восьмисот Я тогда вообще говорю и думаю Совсем по-другому Я говорю и думаю Совсем по-другому Так ладно, хватит Тю-тю ты мне отдать не хочешь Ни в коем случае Вот когда я налажу серийное производство Тогда, пожалуйста, одного из тысячи Вот когда наладится серийное производство Каких-то девочек Тогда и выбирай себе подходящую подружку А я с тобой дружить не намерена Все Вышел месяц из тумана Вынул ножик из кармана Буду лезать, буду бить Все равно тебе водить Но все равно я с тобой водиться не буду Ну и не надо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здорово мы прогуляли Я тебе нравлюсь? А откуда ты знаешь, Ликси? Ты наивен, как дитя из детского сада Ты же с меня глаз не сводишь Ликси Давай с тобой дружить Ведь могут дружить Мальчик и девочка Могут Могут Могут, если они друг другу нравятся Ты мне очень сразу, как только тебя увидел Только я сначала обиделся за то, что ты меня укусила А теперь я Забыл свою обиду Ликси Ликси Ты самая красивая на земле девочка А ты самый некрасивый на земле мальчик Неужели? Ты просто маленький урод Ликси Ну, посмотри, какие у меня длинные ноги Как гордо я несу голову, когда иду Какие у меня выразительные глаза Все правда, Ликси, все правда Ты обворожительная У тебя глаза выпученные Уши висят И вообще ты маленького роста Ничего, ничего, я еще подрасту Нет, в пуделе не бывает большого роста Ну, подожди, Ликси Ну, бывает, что и люди дружат Хотя они и разного роста Мальчик обязательно должен быть выше девочки Это закон Какой закон? Дурацкий закон Несправедливый закон Ну, только не надо кричать А если на меня кто-нибудь нападет? Мальчик должен меня защитить Разве ты сможешь? Я? Да пусть кто-нибудь попробует отронуться до тебя Хоть одним пальцем Я буду страшен, как зверь Как тигр Ликси Ты, как высокий душистый цветок Ну, я нравлюсь тебе или нет? Ликси, я могу тебе спеть что-нибудь В лаборатории Васи Осокина Я каждый день слушаю магнитофон и радиолу И все запоминаю наизусть Я знаю наизусть всего Евгения Онегина Хоть вспомнил Евгений Онегин, кто это? А, вспомнила Пушкин написал Однажды хозяин пришел домой И говорит хозяйке Я достал по знакомству Два билета в Большой театр На Евгения Онегина Вот послушай Я люблю вас Я люблю вас Ликси Скажи, я хоть немножечко запал тебе в душу Конечно Кое-что тебе не может не привлекать Я полечу в космос Я полечу в космос Как же так? Как же так? Если ты себе уже кого-то присмотрела Что же значит, я тебе уже не нужен? Да это красивый юный док Он ходит, как король Мы с ним поженимся И в ближайшем будущем Всей семьей с детьми Мы будем прогуливаться по бульвару Хозяева увидят, какие мы красивые Станут щедрыми, добрыми И будут кормить меня пять раз в день до отвалу Подожди, Ликси Постой Есть пять раз в день до отвал? Прогуливаться по бульварам? Что же ты это называешь жизнью? И это ты называешь жизнью Что ты в этом понимаешь? Я никогда Я никогда к тебе больше не подойду И забуду тебя навеки Ну и прекрасно И тебя слопает сласена Всего От кончика твоего длинного хвоста До кончика твоего глупого носа Субтитры создавал DimaTorzok Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка А если ты будешь привязан к цепью, то уж никто к тебе не придерется Значит ты хозяйский пес, а не какой-то там бродячий Да, спасибо, спасибо, Антоша Не за что Это ты хорошо придумал Все, а теперь спать, полкан Тебе отдохнуть надо О, теперь можно и поспать Солнышко жжет Три-та-тушки, три-та-та Три-та-тушки, три-та-та Пластена Сюда Три-та-тушки, три-та-та Пусенький, пупусенький Шоколадочка Мармеладочка Эта тетя Тебя любит Это непонятно Зачем этой тете Меня любить Люблю, люблю, люблю тебя Ну что ж ты отползаешь так от меня Потому что ты, тетя Страшная Я? Да, ты А сейчас? Ой, еще страшнее Тетя Это хорошо, когда страшный человек Любит маленькую беззащитную собачку Чего же тут хорошего Хорошо Злые люди и злые собаки не будут на тебя бросаться Они будут пугаться Этой тете Эй Ты безобразник Ты что говоришь-то? Что меня будут бояться даже злые псы? Ты выбирай слова, когда со мной разговариваешь Потому как я женщина возвышенная Тетя Иди посиди А я сейчас с тетей поговорю Чего ты тянешь? Чего ты тянешь? Мы с тобой должны условиться, когда ты его съешь Это мое дело Нет, это не твое дело Это наше общее дело Оно должно войти в наш коммерческий договор Ну хорошо, я могу его съесть сегодня А могу и оставить на десерт Правда, перед этим я съедаю два вагона шоколадных конфет И потом засыпаю Да, значит сегодня ты его не съешь А его, между прочим, будут искать А, ну так бы и сказал Тогда я спрячу его в серванте В нижнем отделении у меня глухо И сколько бы он там ни вякал, все равно никто не услышит Пока я не нагуляю аппетит А долго ты его будешь нагуливать? Это когда как, Антошенька? Ну правда, у меня по ночам такой аппетит разыгрывается иногда, что Я просыпаюсь и, оказывается, я во сне что-то жевала И в зубах у меня застряла коробка из подшоколадных конфет Так что Я его съем сегодня ночью Вот, вот это дельное решение Тютя Ой, чё, пупусеньки Иди сюда Ой, чё, пупусенька Чё, чё, тютя Смотри, какая красивая штучка Это намордничек Сейчас я тебе его надену Ну, зачем? Я никого не собираюсь кусать Чудака Это для солидности, для безопасности Когда собака в наморднике, все думают, что разлая и свирепая И уж никто ее не трогает Да? Угу И что же Никто не будет пробовать мои волоски сладкие они или нет? О, будь уверен И собаки, и люди все будут обходить тебя страной Давай Надевай Ой, как красиво Ой, как красиво О, хорошо О, как красиво А это Ошейничек с поводочком Ну, меня мой хозяин Отпустил без поводочка Я ни от кого не собираюсь Убегать Ну, можно мне поводить тебя на поводочке Ребята увидят, позавидуют Когда ты в ошейнике и с поводком Ты пёсик по всей форме М? Тру-ту-туда-ту Вот, как красиво А где твой меседесик Сомасфальчик стоит? На улице за углом Вот и хорошо Поехали Куда? Прошвырнёмся. А полка? Полка? Смотри, какой цепью привязан. Пошли! Полка! Ликси! Я предупреждала тебя. Полка! Чуть умрали! Чуть умрали! Чуть умрали! Болкан, спаси меня, Болкан! Антушка! Антушка! Ты разбойник! Ты разбойник! А ты-то что же не бросился на этих бандюк? Не тяпкнул, даже не раз тебе тютю не жалко, да? А у меня с ним особые отношения. Полкан! Полкан, ты тютю не видел? Обманули меня, обманули меня, обманули меня старого дурака. Увезли тютю. Кто? С Ластёна с Антошкой. С Ластёна? Это страшное чудовище. Полкан, полкан за мной. След, полкан! След! За мной! След, след, след! Янтошке одно место! Ватя! 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 С Ластёна! Продолжим сказку, продолжим сказку. Но кто сумеет предсказать тебе развязку? Все в жизни нашей наперед Не угадаешь, не подготовишь И сказка набирает ход Не останови Так пусть клубца и мудреца В ней жизнь рассудит Досмотрим сказку до конца И будет, что будет Перестань, пожалуйста, гремишь, рычишь на весь двор А Сластен сейчас, может, нашу тютю дожевывает Всех нас жуют Или сами себя Кстати, у тебя нет Чего-нибудь в заначке Жуть, как есть, хочется А что ж, хозяева твой не устанет Хозяева мои Пиши, что я разоряю их своим аппетитом Извини Ничего не припас О, как беспечно я жила О, как легко и не тревожно О, как я поздно поняла Что верить людям невозможно А я не ведала А я не ведала О, как я веселилась и гуляла И не вредке своим хвостом Как говорится, не виляла Была еда и был ночлег И в этот миг судьбы под ножка Порою небык человек Как будто он Простите, кошка О, люди, вы забрали все И между собой решили гордо У вас, естественно, легко Ну, а у нас, конечно, морда Нас вечно гонят и бронят Но вы припомните, однако Как часто люди говорят Устал сегодня, как собака Хотя, волнуясь и любя Все понимаем глубоко мы Лишили люди про тебя Собакам чувства незнакомы Чтоб псы не ведают нас Все это выдумки и враги Уж мы-то с ними влюбки Да люди с нами как Так, так, так Вот так и похитили твоего тютю, Гангстер. Очень мило. Я готова взорваться от негодования, а он смеется. Но ты же сам говорил, что тютя должен лететь в космос. Ах, хорошо. Знает ли кто-нибудь, где живет Сластёна? Кто же может знать, где живет Сластёна? Кто знает, где живет Сластёна? Не знает. Вася, а сколько тебе сейчас лет? Ну, всегда, когда с тобой. Мне 12 лет, а что? Мне немножко меньше. Но мы можем с тобой договориться? Ой, ну о чем сейчас говорить? Дорога же каждая минута. Ну, если тютя останется жив, ты все-таки отдай его мне, а? Ты все-таки настаиваешь на этом. Все-таки? Ты взбалмошная, легкомысленная, сумасбродная и своенравная девчонка. Вот так. А ты? На. А ты? На. Сухопрукт. Отдать ей труд всей моей жизни для домашних забав. Вверх легкомысленная. Ну, отпустите вы меня. Ну, спустите вы меня, сыпи. Очень вас прошу. Хорошая житуха, секрета в этом нет. Есть кошелек и брюхо, и проездной билет. Операция развивается успешно. Эй, деятели, я пришел сообщить вам, что вы теперь у меня можете приобретать новейшие и наимоднейшие диски. Полкаша, полкашенька, полкашенька вы хорошенький. Полкашенька. Полкан, фас! Ох ты, боров, спекулянт, бандит! Ой, 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 ой! Ай! Милиция, он взбесился. А я предупреждал тебя, что разукрашу тебе одно место. Всё, конец тебе пришёл, старый псих. Сейчас пойду к доктору, он засвидетельствует. Да, да, есть что засвидетельствовать, есть, есть. Издевайтесь. А кто его отвязал? Вот вы с адкой и будете за это происшествие отвечать. Мы травили на тихого порядочного человека бездомную собаку. Это ты порядочный, это ты порядочный. Полкан, полкан, спокойно, спокойно, полкан, спокойно. Ну вот что, порядочный человек, где живёт Солостёна? Вот где. Откуда я знаю? Два часа назад ты уехал с ней на Мерседесе самосвале. А? Ложь, клевета на честного человека. Ну вот что, ты ещё можешь искупить свою вину. Давай быстро поедем со мной в моей машине. Куда? Туда, где живёт Солостёна. И если мы спасём тютю, ты избежишь серьёзного наказания. Да, да. Видали чудака? Он ещё грозится. Ну вот что, я последний раз спрашиваю, ты поедешь со мной к Солостёне, да или нет? Я вообще не знаю, никакой Солостёны. Ушка. Я вообще не знаю, никакой Солостёны. Спокойно, спокойно, спокойно. Жаль. Очень жаль. Но ты заслужил серьёзное наказание. О, ты слышишь, тебя кто-то зовёт. Этот голос можешь слышать только один ты. В самом деле, какая-то хрипатая зовёт, надрывается. Наверное, это моя бабка. Это зовёт тебя твоя старость. Иду, бабуля. Друзья мои, я вспомнил. Я вспомнил, где живёт Солостёна. И я ж по её следу раз-два бегал, чтобы это, сноровку не потерять. Полкан, дорогой, пошли. Есть, товарищ учёный. Вперёд. Ликси, Ликси, ты как-то к этому равнодушна, Ликси? У тебя вот с тётей особые отношения, так ты говорила? А вот что это значит? Тётя влюблён в меня. Влюблён. Ведь это же прекрасный Ликси. Вот что, если тётя останется жив, давайте дружить втроём. Ты, я и тётя. Хорошая же духа, секрет о том нет. Есть кашельёк и брюхо, И проездной билет. Бабули свои нигде не обнаружил. Папочка. Папочка. Дедушка. Вы такой старенький, а уже пьяненький, дедушка. Вон, сядьте в тенёк, посидите там, дедушка. Это кто дедушка? Давы. Ты зовёшь меня на вы? С Извилин съехала. Как же мне вас ещё звать-то вам лет сто? Ты меня с кем-то пухаешь. Я Антошка, Антошка Кобарев. Твой будущий муж. Дружи и на бывшего мужа не похож. Лига, что она говорит, я что-то ничего не пойму. Я тоже ничего не пойму. Когда это ты успела так состариться? Если, вообще-то, если принюхаться, ну можно подумать, что ты Антошка Кобарев. Он уж очень-то какой-то старенький. Да что вы в самом деле? Что собака, что девчонка всё одно брешут. Да ты посмотри на себя, посмотри. На. Я Антошка Кобарев. Смотри. Ой. Кто это? Да ты, собственно, персоной. Ещё не может быть. Да нет, это я сплю. Я сплю. Сейчас проснусь. Ой. Ой-ой-ой. Мамочка. Мамочка. Я в школу ещё не опоздал. Мама. А? Ой. Ой, мама. А-а-а. Антошечка. Не раздраивайся. Антошечка. Я Кобарев. Я Антошка Кобарев. Кто может достать лучшие диски? Марки? Магнитофонную плёнку? Достать, перепродать? Пообещать? Сучить? Я уже скопил 432 рубля. Ой. Ой. Дедушка. Дедушка, кто бы вы ни были, вы всё-таки старенький. Поберегите себя, дедушка. Берегите. Да я Антошка. Антошка Кобарев. Мне всего 13 лет. Ха-ха-ха. Адочка. А? А вы здесь тютю не видели? Нет. А? Так ведь Ватя и Полкан к тебе поехали тютю спасать. Ко мне? От кого они поехали спасать тютю? Да от тебя же. От меня? Смешно ты говоришь, Ликсик. Ну, я взяла тютю покататься в своей машине, вот и всё. Машина у меня экстренный СДС самосвал. Где тютя, а? Он от меня сбежал. Ей-богу. Сначала тютя ехал в кабине рядом с моим личным шофёром на руках Антоши. Антош, всем известно, прилежный мальчик. А потом его, собачке, то есть, в кабине стало как-то неуютно, и Антош передал его мне в кузов, а сам сошёл. Вот. Ну, уехали чинно, благородно. А на красном свете, когда остановились, тютя вдруг вскочил, прыгнул на землю и побежал. Такой оказался сильный. Сбежал, даже спасибо не сказал. Договор остаётся в силе. И то, что меня будут возить в школу на твоей машине. Мне это очень даже необходимо. Ноги стали ходить хуже. О каком ты договоре толкуешь, дедушка? Я не дедушка. Я Антошка Кубарев. Свят, свят, свят. Если договор о нарушен, так это не из-за меня, потому что не я его выпустил, а ты сама его прораззывала. Кубарев, ты, дедуля, ты меня за руку-то не цепляй. Одной ногой в гробу стоишь и плетёшь тут какую-то колёсицу. Ну и сейчас как... Чего? Сейчас как пойду в парикмахерскую, там постригусь и всем докажу, что я не какой-то там древний придурок. Ой! 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 Подняли здесь панику. С ластём съест тютю. Хм! А кто тут тютя есть-то? Обыкновенный паршивый пудель, только сладкий. Да я его, вижу, не очень жалуешь. Зато он от меня без ума. Сластёночка, у тебя нет какой-нибудь завалящей конфетки? Жуть как есть хочется. Конфетки у меня не задерживаются. Иди к своим хозяевам и попроси поесть. Хозяева мои продать меня хотели в каком-то... Я как увидела этого нового хозяина, так и сказала им «Чао, друзья!» Ты говоришь, что тютя от тебя без ума? Ах, что тютя. У меня намечался совсем другой роман. Так и стоит перед глазами грациозный мой принц. Серый. В белых яблоках. Выше меня роста. Да куда уж выше. А почему ты говоришь, что роман только намечался и всё? Ты что, разлюбила своего принца, да? Ну, я же объясняю тебе. Полаялась я со своими хозяевами. Понимаешь, моего принца, видно, хорошо кормят. Он весь такой холёный. А я... Ну, посмотри. Кожа до кости. А тютя пойдёт за тобой, если ты его позовёшь? Тютя пойдёт за мной куда угодно. Ладно. Я тебя выручу. Настюмыч! Ладно, ладно, ладно. Ну, ну, не реви, не реви. Ты не труба из джаз-оркестра. Ну, ладно, ладно, ладно. Будешь жить у меня, в моей квартире. И питаться будешь. Пять раз в день. Да, отвал. Да хоть два раза, я не жадная. Я опять стану красивой, и мой принц полюбит меня. Да как пить дать полюбит? Только уговор. Ты мне, и я тебе. Сделаешь? Всё я сделаю. Как только здесь появится тютя, ты отведёшь его ко мне домой. Поняла? Здесь недалеко. Адрес такой. Запомнила? Да, кажется, запомнила. Ну, я пойду домой и буду вас ждать. Ну, теперь не сорвёт. Пластёночка, что-то я адрес никак не могу запомнить. Ну, память девичья. Ладно, поехали со мной в машине. Всё по дороге заприметишь, а обратно сама быстро добежишь. Пошли. Здорово, здорово, что мы от моего хозяина, шефа, Васи драпанули. Блин, а как мы с ним мчались тебя спасать. Светофоры великая вещь. Может быть, я и не стал бы драпать от Вази, но как я увидел этого юного принца, прекрасного дуба. Как ты за ним припустился-то? Как я ему так дам? Нет, я сейчас постнулся, а там-то как я справлюсь? С левой? Да, да, да. А что? Ничего, осень-то горячь. Горячь? Я всего-то раз в пять подрался. Так это же в нескольких дворах. Парах, э, вот это жизнь! Нередкое явление Преступник был хитер. На месте преступления Он все убрал и стер. Пальцем отпечатки Найти никто не смог. Ведь он надел перчатки, Ведь он надел перчатки, Ведь он надел перчатки, Когда ломал замок. Он совершил две кражи, А сам ушел в фургу И не оставил даже Окурка на снегу. Но когда следы потеряны, Все версии проверены, И не помогут сыщику, Ни зрения, ни слух Приходят по традиции На выручку в милиции Собачья интуиция И нюх. Пусть кушают болонки, Паштеты и спеченки, Пусть прыгают терьеры, Любители карьеры, А мы прожить не можем В уюте и в тепле, Пока не уничтожим плох, Пока не уничтожим плох, Пока не уничтожим Преступность на земле. Служебные собаки Живут своим трудом, Они отважны в драке, Но главное не в том, Ведь, Когда следы потеряны, Все версии проверены, И не помогут сыщику, Ни зрения, ни слух Приходят по традиции На выручку в милиции Собачья интуиция И нюх. Полка, Нам нужно с тобой серьезно поговорить. Ну давай, давай. Послушай, Мой хозяин, Великий ученый, Вася Осокин, Отпустил меня сегодня одного. Представляешь, Отпустил на целый день, Хотя раньше каждый день, Каждый час, Тренировки, Радиозапись, Беседы. Сегодня, пожалуйста, Как будто бы я какой-то бездомный пес. Как будто какой-нибудь полкан. Прости, Но вот неужели я ему больше Не нужен? А какими тренировками ты занимал? В лаборатории Вася Осокина Целое отделение космической тренировки. Последнее время я проделывал такие трюки. Меня крутят на центрифуге. Это как на каруселях. И без билета. Держали в барокамере. Сел в невесом. А что, подвесили что ли? Да нет, да что ты, полкан. Это как будто бы так плаваешь в пустоте. Кувыркаешь. А я не могу. Земля! Пышь за хвост держит. Это я тоже думаю. Зачем мне этот космос нужен? Ты давай с этими вопросами обращайся к Васе Осокину. Васе Осокину. Вася сказал не задавать ему лишних вопросов. Ну, представляешь, если меня пошлют в космос с таким человеком, как Сластёна, который сладкое любит, что я буду делать? Почему я сладким уродился? Да еще шоколадным. Кошмар какой. Ну, а ты что не знаешь своих папу, маму? Нет. Не знаю. Сирота. Ну, считай, я тебе вместо отца. Не возражаешь? Спасибо, полкан. Спасибо. Правда, ты немного другой породы. Чего там порода? Чего порода? Сколько у тебя ног? Четыре. Ну, посчитай, сколько у меня. И все твои сомнения насчет породы, рассеются. Собака. Она собака и есть. Самые умные после человека на всей земле. Правда, говорят, и эти обезьяны что-то соображали. Ну, по-моему, это все ерунда. Собака, я знаю, что думаю. Не сбежать ли мне навсегда? От кого? Ото всех. От Антошки, от Сластены, да и от моего хозяина, великого ученого Вася Асокина. Сбежать. Как же сбежать? Ну, где же твоя собачья верность? Верность сбежать вместе с Ликси. Плюнь ты на эту Ликси. Нет, полкан не говори, так я люблю ее. Ну, она, я насколько понимаю, но она пока не любит, а вдруг потом полюбит. Ты понимаешь, какое это счастье? С чем это можно сравнить? Я понимаю, красивой ты ничего не скажешь. Правда, голодает, схудала последнее время. Ничего, ну ничего, я натаскаю ей еды. Я хитер и ловок. Мне самому-то в сущности ничего не нужно. Я ее прокормлю. Вряд ли, ест она очень уж много. Можно ли говорить о любимом существе? Сколько она ест, папа? Ну, прости. Прости. Ладно. Вот я думаю, ну, пошлют меня на другую планету. И мой полет будет продолжаться много-много-много-много лет. Представляешь? Жуть. Я и представлять не хочу. Предположим, я возвращаюсь с этой далекой планеты. Ой, Ликси уже нет. Тебя нет. Да. Собачий век недолг. Сбежим. Сбежим. Ликси, я кое-как уговорю, ее хозяева искать не будут. А мой хозяин, великий ученый Вася Осухин, как-нибудь переживет. Когда ты собираешься бежать? А? Сегодня ночью. Тютя! Тютя! Мой хозяин! Вася Осухин едет. Прячься! Прячься! Тютя! Тютя! Давай-ка я тебя к себе в будку спрячу. О! А сам тут это спою, как ни в чем не бывало. И не помогут сыщику ни зрения, ни слух. Приходь по традиции на выручку милиции. Наша интуиция. И нюх! Тютя! 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 Полкань. Куда это вы с тетей исчезли? А? Тютя увидела этого дога, по которому Ликси сохнет. Ну и рванул за ним. Да, ну и где же теперь этот ревнивец? Слинял куда-то. Ну не от меня же он, я надеюсь, как ты интеллигентно выразился, слинял. А вы ему не отец родной. Полкань. Честно говоря, у меня что-то в душе дрогнуло. Дрогнет. Как тут не дрогнет? С одной стороны, дело ясное и понятное, космос. Да. А с другой, самое-самое непонятное, любовь. Сейчас бы высечь бы эту Ликси. Не говори так о ней, полкан. Если еще высунься. Не могу терпеть, когда ты так отзываешься о Ликси. А ты забыл конспирацию? О, парочка, черт с младенцем. Ты что-то сказал, полкан? О, добрый день, Вася. Простите, не знаю ваше отчество. Антоша, где тебе сшили такой костюмчик? Мое отчество Михалыч, прошу называть меня по отчеству. А, простите, Антон Михалыч, простите. Да, да, да. Костюмчик, костюмчик, что надо. Но прежде расскажу вам еще кое о чем. Ну, ну, ну. Зашел я в три... О, нет, в четыре парикмахерских. И нигде не могли сбрить мою бороду. Этот как его. А, черт с ним. Говорит, из чего это у вас волосы такие? Капром, что ли? Или из тонких проволочек? Короче говоря, 10 бритв поломали. Говорят, потрясающий клиент. А, Стюм? Конечно. А, а что, очень даже солидно с бородой. Вот тут я взглянул в парикмахерской в одной, в другой, в третью на себя. И понял, братцы мои, что я мудрый. Мудрый. А почему мудрый? Почему? Вот тут-то я и сообразил. Если я постоял на 90 лет, вырос, значит, и деньги мои в сберкасте выросли. А-а-а. Очень кругленькая сумма оказалась на счету моего будущего мужа. Ты что, ты хочешь стать женой этого спекулянта? Что? За своим Антоном Михайловичем я буду как за каменной стеной. Сегодня это у нас, как там раньше называлось, помолвка. Мы объявляем себя невестой и женихом. Свадьбу отпразднуем через 8 лет. Ты что же, Антошка, надеешься прожить еще 8 лет? Анна, сиди и помалкивай. Я прожил 103 года. Почему бы еще не пожить? Правда, моя миленькая? Правда, мой дорогой. Ух, мы еще будем прыгать, скакать, спрятать, шутить. Хитрить, надувать. А что, без этого не проживешь. В свои 13 лет я уже тогда проявлял незаурядный характер. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Девушки отдыхают Или я вообще перестал что-либо понимать В этой жизни Но ты ведь сам говорил Что я выкбалмошная, своенравная, легкомысленная девчонка Вот я и решила оправдать твою характеристику Мог ли я думать, что все так внезапно переменится Перед самым моим отлетом в космос Что? Ты что-то уже летишь в космос? Да, с этой минуты это уже Не секрет Передали по радио для всего мира И когда же ты вернешься? А я еще не знаю точно Все будет зависеть от того, как поведет себя в космосе тютя Собственно, именно из-за него я и лечу Вот как Антон Антон ко мне Антон Подошел Ты можешь исполнить мое желание Все, что захочешь, моя миленькая Запомни все, что я захочу Чего что-то не запомнить-то? А вот я хочу Три тысячи кофточек различной расцветки И три тысячи туфель Ой, зачем же так много? Будет же меняться мода, размер Зачем же сразу три тысячи и туфель? Ты сказал все, что я захочу Эх Лады Музыка 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 А кто за все эти шмотки будет платить? Естественно ты Ведь это же ты мне подарил, мой дорогой В день помолвки ты не поскупился Ёшеньки мое Кажется, она меня разорила Целая гора шмотья Зачем? В твои сто три года Уже можно и не скупиться Ты хочешь сказать, что я Что мне И жить-то уже ничего не осталось Сколько всех это стоит? Дайте мне чек Не волнуйтесь, не волнуйтесь Ой, давай, давай, вот колясочка. Давай, давай, давай. Ой, разгорело, пусть ты вы по ветру. Банкрот. Ну я могу тебя избавить от расходов на будущую свадьбу. Давай считать, что наша помолка не может быть. Действительно. Ой, давай. Ага, разорила, а теперь отворот-поворот. А вообще-то, ты знаешь, это действительно, это немножко слишком. Ну, тогда хорошо, сделай его снова молодым, 13-летним. Ага. Антоша, а ты хочешь снова стать молодым, 13-летним? Подожди, подожди, подожди. Какие преимущества? Молодость, изворотливость, смекалка, ловкость. Да. Ум. Ум. Да, готов снова стать молодым. Я тебя сделаю молодым, 13-летним, если ты забудешь обо всех своих спекуляциях. Не согласен. Не согласен. Ну что, Антош, тогда ты останешься старым, без копейки, в кармане. Ты ищи, ты не заработал, пропащие твое дело. Согласен, согласен. С чем согласен? Ну, дай мне хотя бы немножечко спекулять. Спекулять не давать. Нисколько. Я считаю до трех. Раз. У меня кляк во рту. Да ты сам косыночку в рот засунул. Буду, буду, буду. Каким хочешь, таким и буду. Черт бы тебя побрал. Антош, ты слышишь, тебя кто-то зовет? А, в самом деле, кто-то зовет. Наверное, это моя сестренка. Поехали. 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 Слушай, пойдем в лабораторию. Тюти, наверное, уже там. Я очень хочу его видеть. У тебя там иностранцы будут. Ну и что? А я иностранного языка не знаю. Мне четверка снимется. О, ерунда. Я говорю на всех языках. Да? Пойдем. Пойдем. Братва, я буду великим футболистом. Сколько локон теперь развлекиться в нашем дворе? КОНЕЦ Пойдем в лабораторию. Тюти, наверное, уже там. Я очень хочу его видеть. Пошли. Полкан. Он хочет меня видеть. Полкан. Он хочет меня видеть. КОНЕЦ Ты только посмотри, глупышь, что у нее на физиономии написано. Одна подлость. Полкан. Пойду схожу к своему майору. КОНЕЦ Грубый, неотесанный. Он расстроил тебя. Успокойся, мой маленький. Маленький? Нет. Нет, нет, нет. Это я только в смысле ласкатель. Ты чего же хороший? Хороший? Но ведь ты говорила, что я пучеглазый урод. Тетечка. Ты выше всех похвал. Мне никакой не нужен док. И тайну сердца я открою. О, тетя, знай, что ты высок. А я низка перед тобою. Пусть говорят, он слишком прост. В тебе одном моя отрада. шоколада. О, эти уши, этот хвост и дивный запах шоколада. Ладно, пошли. Подруга заждалась уже, наверное. верно. Куда это разогнались? Дела? Чего, полкаша? Подожди, ликси. Полка, ты почему такой печальный? хозяин-то мой бывший, майор-то мой заболел. Сейчас прихожу, дверной звонок нажимаю, стою, как всегда, на задних. Хозяйка дверь открыла, конечно, как всегда, в обморок. Но как очнулся, так все мне рассказала. До разговоров ли нам, тетя? Сколько можно испытывать мое терпение? Пойдем, 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 ликси. Ну, наконец-то. Вася, ты, Вася, я скольный тип. Я хотел сказать. Ладно, ладно, потом расскажешь, где ты был, что ли, дело. Господи, эти еще, как же мне его увезти-то? Сейчас прощаюсь со своими друзьями, тетя. Великий ученый, Вася Сукин, нам с тетей необходимо пойти к моей подруге. Она нас звала и ждет. Что за подруга у тебя, ликси? Хорошая такая, добрая подруга. К чему я на допрос, Васяна! Ликси! Мы же сейчас к тебе с тетей торопились. Сейчас и будем ждать тебя у подъезда. А я его здесь съем, не сходя с места. Физкульт, привет! Субтитры подогнал «Симон»! Вот так история эта. Стою я возле своего дома и чую, конфетами пахнет и вишней. Но, думаю, везут конфеты вишня в шоколаде. Вышел я на мостовую-то, а запах все ближе и ближе. Так и накатывается, так и дурманит. И шоколад, и вишня, и вишня, и шоколад. И вот она машина, грузовой фургон. Раскинула я руки-то перед фургоном, а потом дверцы как рвануло, ящики посыпались, а я их ящики опустошала. Расщелкивала, как орехи. Доски шмякались на мостовую, а бумажные обертки с оборочкой и вишневые косточки у меня и сорта словно ветром выдувала. Веером! Пока все ящики не опустошила, не успокоилась. А шофер-то увидел, как конфеты мне сами в рот сыпятся. Сел нам и с тобою глаза выточил. То туда поведет, то сюда, то вверх, то вниз, то голову почешет. Думает бедняга, что это ему сон такой снится. Только вот беда. Один ящик в живот проскочил. Ну, ничего. У меня отличное пищеварение. Сделаю еще один глоточек. Вася, задержи ее как-нибудь. Сластена, прекрати. Иначе ты у меня навсегда потеряешь аппетит. Потеряю аппетит? За правду? Гарантирую. Это ты кому гарантируешь? Снастене? Нет, это ей пьешь по кумекаю. А пока ящик в животе поправлю. Ух, как от тебя шоколадом-то разит. Сейчас в обморок упаду. Полка, ты что, сдурел? Я так пробежаться решил. На стадионе бегай. Может, приз получишь. тетя, у нас с тобой есть еще дела на остаток дня. А потом, до самого отлета в космос, ты уже не сможешь выходить из лаборатории. Поэтому попрощайся со своими друзьями. Вася, у меня есть еще одна просьба. Да, да. Сделай, пожалуйста, моего друга полкана снова молодым. О, будет исполнено. не надо. Не надо. Почему? Почему не надо? Хозяин мой, майор мой, тяжело заболел. Я хочу умереть вместе с ним. А жить вместе с ним хочешь? Он так же, как и ты, станет молодым. это же совсем другое дело. Спасибо, товарищ ученый. Спасибо. Нет, всей души благодарю. Тютя, верный ты, друг. Я бы теперь с тобой, знаешь, на любое дело. Я, тютя, я же вижу твой космический корабль. Он, как три соединенных круга, а сверху золотистый купол. Вася, Вася, ты слышишь, какое чудо? Полкан увидел наш корабль. Да. Значит, он самый верный твой друг. Тетечка, тетечка, мне совершенно некуда деваться. Я пропадаю. Ну, может быть, может быть, хоть в космос, а? Нет. нет, нет, Ликси, ты рождена для земли, ты во всем такая земная. Такую я тебе и запомню. Прощай. тетечка. Тетечка, ну, прости меня. Я вела с тобой опасную, даже подлую игру. Прости. Вася, когда ты вернешься из космоса, может быть, я еще не совсем состарюсь. Запомни меня счастливый, запомни меня красивый, запомни цветы земные и наши прогулки смешные. Когда на другой планете инопланетянку встретишь, скажи, что жду тебя я, а значит и вся земля. Прощай. Прощай. Рикси. Эй, ты чего? Тетя, ты чего? Простите, я немножко устал, простите меня. Это я виноват. Да чего снизошел великий ученый прогресс? А, тетя, вот, возьми вот эту таблетку она восстановит твои силы. А интересно, чем это космическим собачкам силы восстанавливает? На, попробуй. Бери, сластенок! Вера! Казачья, Тебя, брюска! Верниеть! Тебя, Тебя, ладок, Ладок! вау! Тебя, и… 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!